Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Естественно, в прямом эфире Спорт-ФМ мы за событиями финала Кубка, конечно же, будем следить. И еще раз говорю, у нас длинные выходные, но при этом все вы их можете прожить вместе со Спорт-ФМ, потому что ни одно глобальное спортивное событие не скроется от наших глаз. Ну а пока давайте коротко о составах Урала и ЦСКА. Николай Заболотный в воротах у хозяев поля. В центре между собой будут стараться не ошибаться Александр Мартынович, номер 4 и 29 Пабло Фонтанельо. Седьмой номер Александр Данцев на левом фланге защиты. На правом фланге Денис Кулаков, номер 15. В опорной зоне расположились Роман Емельянов, 92-й и 57-й Артем Фидлер. Группа атаки Урала Осиведу, Херсон Осиведа, 21-й номер, Александр Сапета, 41-й номер и 88-й номер. Это Дмитрий Коробов на острие атаки, Спартак Гогнеев, номер 9. Состав ЦСКА, Игорь Кенфеев, 35-й в воротах. Алексей Березуцкий играет у нас вместе с Василием Березуцким и Сергеем Игнашевичем. Вот какой сегодня формат обороны. Ну и не будем забывать, что и Сергей Ткачев, номинальный полузащитник, у нас действует также в обороне. Насколько я понимаю, на правом фланге как раз расположился Василий Березуцкий. Он сегодня сыграет правого защитника, а Леша и Сергей Игнашевич расположились в центре обороны. Но посмотрим, как будет на самом деле. Напоминаю, Марио Фернандес травмирован. Понтус Вернблум, номер 3, Алан Загоев, 10-й опорный полузащитник ЦСКА. Момент у армейцев. И сейчас могли футболисты ЦСКА забивать, но с первым ударом справился Николай Заболотный. А налетавший на добивание Аарон Оланары зарядил выше ворот. Итак, Вернблум Загоев в опорной зоне. Зоран Тошич сегодня с первых минут играет. Седьмой номер на правом фланге, на левом Ахмед Муса, 18-й. Атакующий полузащитник 21-й, 25-й номер Роман Еременко и Аарон Оланары, как я уже сказал, 99-й номер на острие атаки у армейцев. Москвы Широков, Надхо Панченко, даже, кстати, Кирилл Набабкин в запасе. Вот так сегодня, несмотря на то, что формальный крайний защитник есть, есть кому сыграть на правом фланге у ЦСКА, но другую схему предпочел на сегодня Леонид Слуцкий. Очков терять нельзя армейцам, если собираются побороться за золотые медали нашего чемпионата. Следим за этой игрой. Седьмая минута. Урал-ЦСКА. Ничья 0-0. В Екатеринбурге эта игра развивается. СМС-портал 5533. Вначале слово «Спорт». Вайбер. Ватсап 8925222293.2. Естественно, на нашей страничке ВКонтакте мы предвосхищаем сегодняшние события в Лиге Европы и задаем уже вам вопросы по поводу того, как завершаться матчи между Шахтером и Севильей, между Вильяриалом и Ливерпулем. Ну а пока давайте все-таки пообщаемся на тему вчерашней прекрасной, на мой взгляд, игры между Мадридским «Атлетико» и Мюнхенской «Баварией». «Атлетико» победил со счетом 1-0 из трибун стадиона, из комментаторской кабины. За этим матчем в прямом эфире, естественно, следил Нобеля Рустамян, мой коллега-соведущий программы «100% футбол». Он у нас сейчас на прямой связи. Нобель, привет! Приветствую тебя, Дмитрий. Ну как? Из Солнечного Мадрида. Сомнений нет. Я думаю, что Мадрид вполне себе счастливым сегодня проснулся. Ну та часть, которая красно-белая, которая цветов «Атлетико», потому что все же болельщики «Арла», пусть они вчера за ужином в ресторане оптимистично в будущее смотрели и, в принципе, были довольны матчем, который случился во вторник в Англии, в Манчестере, но все же, по моим ощущениям, у них ситуация чуть хуже, чем у «Атлетико». На мой взгляд, потому что если брать два результата и оценивать потенциальный миланский финал с матридским оттенком, содержанием, скажем так, то «Атлетико» к финалу чуть ближе, чем «Реал». На мой взгляд, опять. Я посмотрел несколько видео со стадиона, естественно, внимательнее тебя слушал вместе с Романом Гудсайтом. Ну, шум-то на стадионе был, конечно, сумасшедший. Нет, честно сказать, Дим, я могу сказать, что я был на разных стадионах и на разных матчах, в том числе испанских, итальянских. Но то, что творил вчера, может быть, я просто в гарнитуре был, и мне все было вдвойне лучше слышно, но это какой-то был невероятный антураж, атмосфера стадиона. И самое главное, наверное, впечатление, как... Ну, два впечатления от болельщиков. Как команда свистела последние полторы минуты с первого тайма, когда «Бавария» была с ничемной, важно было «Атлетико» уйти на перерыв, введя в счете. Там был свист, полторы минуты просто, ну, все 40... Не 40, чуть больше, 45 тысяч свистели в унисон, ну, кроме комментаторов. Мне кажется, остальные свистели. И в конце, когда команды покинули поле и все ушли, минут, наверное, 10, как мой коллега Роман Гуцайц отметил уже по окончанию матча, болельщики пели песни. Ну, скандировали разнообразные кричалки в адрес Атлетико, пели песни. Ну, просто я такого никогда в жизни не видел. Ну, понятно, что полуфинал, наверное, на матче против Эйбора тут такого не происходит, но вот ощущение того, что болельщики понимали, что они реально игрок, и мне кажется, что, наверное, один из самых уникальных клубов, где болельщики, они понимают. Да, так много значит. Нобель, у нас пауза, и потом продолжим. На улицах Москвы сейчас 6 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки. Движение затруднено. И будьте внимательны, главная пробка на Садовом кольце на внешней стороне от Таганской площади до Долгоруковской улицы. Полтора часа здесь будете ехать. Скорость потока всего нам всего 5 километров в час. Третья транспортная внутренняя сторона от Бережковской набережной до Ленинградского проспекта. Будете ехать около часа. Волгоградский проспект от улицы Тололихина до Люблинской улицы около 50 минут. Будьте внимательны, слушайте Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Мы продолжаем беседу с Нобелем Арустамяном, который накануне комментировал матч между Мадридским Атлетико и Мюнхенской Баварией. Остался под грандиозным впечатлением от той атмосферы, которая царила на Висенте Кальдерон. Нобель, вот ты уже поделился эмоциями от впечатлений, вот именно от того ощущения, которые были у тебя на стадионе. Вот ты сказал интересную фразу, да, что болельщики реальный игрок. То есть ты правда думаешь, что накануне болельщики в том числе позволили, помогли Атлетико сыграть так? Дим, ты знаешь, я думаю, что футболисты уровня Баварии, они играли на всех стадионах, которые могут быть в футболе. Они играли при разных, скажем так, атмосферах, при разной публике. И они, наверное, никого не боятся. Ну, как Филипп тоже, Филипп Лам, Виталь, Ливандовский, они, ну, их не напугать. Но у меня было ощущение вчера в первом тайме, что давление трибун на них влияло. Вот такое редкое ощущение, потому что, ну, вот кажется, что футболисты, они такие немножко вообще безразличные люди к внешним факторам. Потому что они особенно опытные, особенно суперзвезды, потому что им, в принципе, без разницы. Они привыкли к этому. Вот вчера у меня было ощущение, что все эти суперзвезды Баварии, они в первом тайме уж точно были под давлением этих болельщиков. Второй тайм был немножко другой. Может быть, Бавария освоилась. Может быть, уже как бы перестали внимание обращать на происходящее вокруг. И, в принципе, мне кажется, Бавария на один гол в втором тайме наиграла по-хорошему. То есть и атлетику, конечно, мог забить. Потому что момент был сумасшедший в тот раз. Но в целом Бавария второй тайм намного лучше провела. Ты считаешь теперь атлетику фаворитом этого противостояния? Ну, я считал, что фаворит Бавария. Сейчас, если так считать, не имею права. Но и шансы, может быть, выровнялись. Или даже небольшое, ну, совсем небольшое преимущество атлетико. Но если честно, вот предсказывать, как будет игра развиваться, я просто не представляю, как Бавария может выиграть 2-0 у атлетику. 1-0 я вполне допускаю. Будет овертайм и так далее. Но вот 2-0, чтобы забить 2-0 атлетику, которые наверняка будут еще больше мотивации играть в Менхене, и при этом не пропустить, ну, у меня вопросы возникают большие. Откровенно говоря, у меня заключительный вопрос. Вот так вот по впечатлениям от двух первых полуфинальных матчей складывается такое ощущение, что на самом деле вот атлетику против Баварии – это досрочный финал. Да, конечно, конечно, конечно. Это мы тоже вчера, опять-таки, общаясь с Ромой Гусайтом, пришли к мнению, что в этой паре будущий чемпион, будущий победитель Лиги чемпиона, потому что я не представляю, что в финале может предложить Сити или Реал кому-то из этих оберегов, особенно атлетику. Потому что я еще представляю, как Реал может пытаться в открытых фабу обыграть Баварию, потому что в Баварии проблема в бароне, они не пропадают. Но вот как, например, Реал будет обыграть атлетико в финале Лиги чемпионов, или Сити будет, тем более, Сити обыграть атлетику, когда же просто представить бою. Поэтому, конечно, в Мюнхене будет по многому такой скрытый финал Лиги чемпионов. Нобель, спасибо, ждем тебя в Москве. Нобеля Рустамян с ведущей программы «100% футбола» из Мадрида, где накануне комментировал матч между Атлетико и Мюнхенской Баварией. Прекрасная победа со счетом 1-0 для Атлетико. Классный футбол, высокого уровня, красивейший забитый мяч. Все это было в этом матче, за которым вы, кстати, в прямом эфире следили, в том числе и на волнах «Спорт.ФМ». Уверен, что и службы «Спорт.ФМ» – 620-46-64. Код Москвы – 495. Испания против всех. Первые полуфиналы Лиги Европы. Сегодня в 10 вечера «Шахтер Севилья» и «Вилья Реал Ливерпуль». Слушай лучший футбол только на «Спорт.ФМ». «Спорт.ФМ» – 100% футбола. 1-0. 1-0. ЦСКА забивает ворота Екатеринбургского «Урала». Мяч уже на 19-й минуте встречи. Вот какие дела у нас в первом матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Атака правым флангом. Навес, кстати, по-моему, от Василия Березутского. Вернблум аккуратно пяткой оставляет мяч Аарону Аланаре. И тот с близкого расстояния бьет мимо Заболотного, прекрасно разобравшись с защитником. Вот такие вот дела. ЦСКА забивает ворота «Урала». Ну и сейчас мы поговорим, правда, о Лиге чемпионов больше. С бывшим полузащитником ЦСКА, много выигравшим в составе армейского клуба Роланом Гусевым. Ролан, добрый день. Добрый день. Ну, прежде всего, наверное, Лига чемпионов, Атлетико, Бавария. Матч восхитил, матч порадовал. Какие у вас эмоции от него? Ну, конечно, положительные эмоции. Матч был в напряжении, весь матч держал. И Атлетика, в принципе, показала то, что... В очередной раз показала, что ему очень сложно забить. И, как бы, фактически Симеон, конечно, выстраивает оборонительные действия просто потрясающе. Поэтому я думаю, что Баварии и там будет очень сложно. Ну, то, что будет сложно, уже понятно. А вот на ваш взгляд, что, в чем надо прибавить Мюнхенцам для того, чтобы вскрыть Атлетику? Как это сделать? Ну, я не... Ну, вообще, как... Вот смотришь, мы когда вчера смотрели пол, и как бы... Да, были у Мюнхенцев моменты, но это как бы эпизодически все-таки возникали они. Ну, вообще, очень сложно и вообще непонятно за счет чего. Но вы же видели, до этого даже не могли скрыть такие... Скрыть оборону Атлетика Барселоны, где Неймар, Месси и Суарес впереди. Вот. А они их перекрыли. Вот. Ну, вчера, конечно, Бавария во втором тайме не имела преимущества. Но... Все равно мой фаворит – это Атлетика. Ну, на ваш взгляд, как будет складываться второй матч? Сразу попытаются задавить? Можно ли вообще задавить эту Атлетику? Нет, задавить, мне кажется, эту Атлетику невозможно. Потому что... Там у всех такие стальные эти. Поэтому, мне кажется, эту команду сложно... И, во-первых, Семенов, он просто... Я же еще раз повторяю, потрясающая тактика. Он так выстраивает оборонительные действия, что там мышь не пробежит. То есть, для вас Атлетику фаворит и полуфинала, и всей Лиги чемпионов? Да. Для меня – да. Ну что же, будем ждать. Ролан, спасибо большое. Ролан Гусев, наш замечательный полузащитник, чемпион России, владатель Кубка страны, владатель Кубка UEFA в прямом эфире. Ста процентов футбола подтвердил, что Атлетику, по мнению многих, и, по его мнению, прежде всего, действительно фаворит и этого противостояния, и всей оставшейся части Лиги чемпионов Мадридцы. Именно этот мадридский клуб сейчас рассматривается как главный, главный кандидат на победу, впервые в истории, на победу в розыгрыше Кубка чемпионов. Я скажу, конечно, мне очень вчерашний матч понравился, и уровень футбола, уровень игры, уровень взаимопонимания. Меня просто восхищает игра мадридского Атлетико. Обратите внимание, да, Диего Годин, казалось бы, один из ключевых футболистов, без которого Атлетико представить практически невозможно. Его нет, он получил травму, и вместо него выходит Стефан Савич, черногорский защитник, которого мы помним по матчам за сборную страны, я хорошо помню по игре за Манчестер Сити, ну, весьма среднего уровня, что уж там сказать, выходит, вливается в коллектив, и как будто перед нами один из лучших центральных защитников вообще в истории этого амплуа. Потрясающий Диего Симеона. Конечно, уровень мотивации, уровень заряженности на борьбу высочайшего этого мадридского Атлетико. И вот так, когда ты видишь, когда ты следишь за таким неравнодушием, которое есть в движениях каждого футболиста мадридского Атлетико, ну, невольно хочется этой команде переживать. Посмотрим, конечно, Бавария может забить. 1-0 это не то преимущество, после которого надо успокаиваться. Но, конечно, Атлетико хорош, и, ну, будет очень справедливо, если именно Атлетико возьмет Кубок Чемпиона в этом сезоне. 7 баллов по оценке портала Яндекс.Пробки прямо сейчас на улицах Москвы. Пробки серьезные, главные на третьем транспортном кольце на внутренней стороне от Комсомольского проспекта до Ленинградского проспекта. Почему я продал свою машину в Карпрайс? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую карпрайс.ру Дмитрий, приветствую. Буду в Мюнхене на ответном матче. Смогу поделиться впечатлением после матча. Звоните, Александр. Наберем все очистки, все непременно. Так что номер записывает прямо сейчас в свой мобильный телефон. Напоминаю, возможности для общения с вами. Смс-портал 5533 в начале слова спорт. Вайбер, ватсап 89252222932. Следим за игрой Урал ЦСКА 1-0. Армейцы выигрывают. Это потенциальная золотая гонка для российского чемпионата. 25-я минута. Аарон Оланар отличился в этой игре. Забил пока что единственный мяч. Хорошая солнечная погода в Екатеринбурге. Ну, такая бодрая игра. Движение есть, динамика есть. Армейцы свой момент реализовали. И напоминаю, что они в понедельник играют вместе с «Зенитом» финал Кубка страны. Который, естественно, за которым мы в прямом эфире на «Волнах Спорт.ФМ» будем следить. Начиная с 16.00 в этот выходной понедельник 2 мая. Напоминаю, на нашей страничке ВКонтакте есть голосование для вас. По поводу исхода сегодняшних матчей Лиги Европы. Как закончится матч между «Шахтером» и «Севильей» мы вас спрашиваем для начала. Проголосовал уже 400 человек. И вы знаете, «Севилья» фаворит в ваших глазах. 45% за «Севилью», но небольшой фаворит, учитывая, что 39% за «Шахтер». И почти 16% считают, что ничья случится в сегодняшнем матче. Продолжайте голосовать. Естественно, также у нас будет на нашей страничке ВКонтакте опросы по поводу другого полуфинала между «Вилериалом» и «Ливерпулем». Во второй части нашей программы, во втором получасе первого часа, поговорим о московском «Локомотиве», который сегодня провел открытую тренировку в преддверии «Дермистов Спартаком». ЦСКА в ихт 1-1! Нет! Заболотный спасает свою команду! Были все шансы сейчас у армейцев забить второй мяч. «Атака» продолжается, отбивается Урал, отбился, но, конечно, ЦСКА хорошая. Реклама Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8 800 700 8000 8 800 700 8000 8 800 700 8000 Добрый день, компания «Билайн», слушаем вас. Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8 800 700 8000 и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. «Билайн» – просто удобно для тебя. Я не видел, чтоб был бы так устроен опт. Это улицы продуктов, мясо, овощи и фруктов. Покупаем, продаем и чуть-чуть еще поем. «Фуд Сити» – главная продовольственная площадка страны. Чемоданы, деньги, документы, а билеты? В телефоне посмотри. Не смешно. Зато удобно. Электронный билет на Аэроэкспресс в твоем смартфоне. Принтер не нужен. Просто приложи экран к турникету. Удобнее, быстрее и дешевле, чем обычный билет. Аэроэкспресс. Пробуй и пользуйся. Катекурия 0+. Будет лето – будет дача. Будет дача – будет гамак. А будет гамак – будет и отдых. Будет лес – будет гриль. Будет гриль – будет пикник. А будет пикник – будет и отдых. Будет вечер – будет балкон. Будет балкон – будет шезлонг. А будет шезлонг – будет и отдых. Все для комфортного отдыха только в Икеа. Есть Икеа – будет отдых. Три, два, один, поехали! БМВ отмечает юбилей. Отметьте 100-летие легендарного бренда вместе с Pelican Primary. Воспользуйтесь уникальным предложением. Ограниченный выпуск БМВ 3 и 5 серии с преимуществом до 850 тысяч рублей. Такое предложение бывает раз в 100 лет. Подробности у официального дилера БМВ Pelican Primary по телефону 980 70 80. Код Москвы 495. БМВ с удовольствием за рулем. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Спортивные трофеи. Старейший спортивный турнир планеты с полностью подтвержденной документальной историей – это состязание стрелков из лука, которые проходят каждый год близ английской деревушки Скортон в графстве Йоркшир. Кроме того, утверждается, что главный приз турнира – длинная стрела из чистого серебра, тоже самый старый. Та самая стрела, которую в 1673 году вручил сам себе организатор и победитель первого турнира Генри Колверли, по сей день хранится в Королевском. Плюс 15 и пасмурно. Слушайте «Спорт.ФМ», наслаждайтесь последним рабочим днем перед длинными выходными и будьте в курсе всех спортивных событий. До Чемпионата мира по хоккею осталось 8 дней. До Евро-2016 – 43 дня. До Олимпийских игр – 99 дней. «Спорт.ФМ». Мы делаем спорт ближе. А сейчас – 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец, главная футбольная программа главного спортивного радио страны. И, как всегда, эти полчаса мы начинаем с мнения букмекеров. «Зенит» против «Кубани». Сегодня вторая игра дня в российской футбольной премьер-лиге. В Санкт-Петербурге будет развиваться «Кубань», напоминаю, без главного тренера. Формально, да, поедет на эту игру. Сергей Ташуев ушел в отставку. Коэффициент 1.30, по мнению экспертов «Винлайн» на «Зенит». И ничья 5.91. На «Кубань» 10 ровно, предлагают эксперты «Винлайн». «Зенит» не проиграет 1.07, «Кубань» не проиграет 3.71. Вот такой вот расклад. И, понятное дело, что «Зенит» очень серьезный фаворит в этом матче. Ну, для сравнения «Спортинг-бет» 1.25 на «Зенит», 5.25 на «Ничью» и всего 9.50 на «Кубань». Мы продолжаем. Следим за игрой «Урал-ЦСК» 1.0. Армейцы, по-хорошему, должны были вести уже где-то в три мяча. Не используют огромное количество возможностей подопечных Слуцкого. Забили только однажды. Арон Аланаре отличился. Но лучший момент упустил Роман Еременко, который не попал в пустые ворота. Попал в защитника, который уже вратаря не было. Там в воротах в защитника. И вот он спас свою команду. Спас «Урал» после такого шикарного шанса для Романа Еременко. Но, конечно, центральная встреча этого тура – это не игра «Урал-ЦСК» и даже не сегодняшняя игра «Зенит-Кубань». Это московское противостояние «Локомотива» и «Спартака». Сегодня железнодорожники, которые будут хозяевами в этом матче, провели открытую тренировку. И мы пообщались с Романом Шишкиным по его окончании, по окончании этого самого тренировочного занятия. Вот что он сказал про свое состояние, про свою готовность и про футбольный клуб «Локомотив Москва». Много времени пропустил. Я решил сыграть за дубль. В 60 минут почувствовать как самочувствие, как состояние. Самая главная задача, чтобы заряжать травму, набирать дальше конденсии. Так что, в принципе, пока все идет по плану. В следующей игре я буду в обоиме уже со «Спартаком» и плодотворно готовлюсь к команде. Сами видите потроганные таблицы, что все так плотно. Да, и действительно, мы сами себе планку создали и сами держимся вверху турнирной таблицы. Это не просто так. Мы сами доказали это все благодаря нашей команде. Поэтому все будет решать последние матчи. Они будут очень важны. Это футбол. Как будет, так и будет. То, что мы чувствуем себя физически хорошо и полностью готовы. И атмосфера в команде прекрасна. Это факт. Поэтому я надеюсь, что все для нас выйдет положительно. Это слова Романа Шишкина о «Локомотив». «Локомотив», напомню, идет на третьей строчке турнирной таблицы лишь по дополнительным показателям. Опережая Краснодар и «Зенит». Пять очков до лидера, до Ростова. Ну, а играть со «Спартаком» у «Спартака» на восемь очков меньше. Теоретический шанс у «Спартаковцев» зацепиться за четверку еще есть. Но надо побеждать во всех абсолютно играх и рассчитывать на осечкой конкурентов. Трудно пока в это поверить. Ну, вот что Роман Шишкин сказал про игру со «Спартаком». Учитывая, что «Локомотив» достаточно давно не проигрывает «Спартаку». Ну, и напомню, что ранее Роман Шишкин играл сам за «Спартак». Не стоило бы акцентировать на этот матч. Все-таки так много осталось, и все матчи важны. Понятно, что со «Спартаком» всегда особые матчи. Но все в эти матчи может измениться, как в положительную сторону, так и в отрицательную. Поэтому следующий матч со «Спартаком», и мы просто готовимся к нему, будем играть на победу. Больше, в принципе, сказать нечего. Я когда выступал за «Спартак», мы не могли обыграть «Локомотив». Сейчас все по-другому. Конечно, для меня сейчас это все положительно складывается. Но не стоит на это акцентировать. Это история. Каждый матч может сложиться по-разному. Поэтому мы готовимся. Назад не смотрим, смотрим только вперед. Прогнозы я тем более никогда не давал. Опять же, это дерби, да, и матч может по-разному сложиться. То, что мы прекрасно знаем соперника, и будем к нему готовиться. Будем гнуть свою линию, будем показывать свой футбол. То, что мы всегда делали, это факт. Вот такие вот слова про «Спартак», про «Настрой на «Спартак». Ну и спросили Романа Шишкина про футбольный клуб «Ростов», который идет на первой строчке турнирной таблицы. «Ростов» доказал, что они могут бороться в этом сезоне, по крайней мере, за высокие места. Я всегда выделял хороший тренер, который может ставить игру. Эти победы все над лидерами, которые они одерживали, это все не просто так, да, это уже как закономерность идет. Поэтому нам тоже предстоит ехать в «Ростов», и будет очень непростой матч. Что касается турнирной таблицы по «Ростову», то, я думаю, они заслуженно там находятся. Так что посмотрим, как следующие матчи они проведут. Это был Роман Шишкин, защитник футбольного клуба «Локомотив Москва». «Локомотив» в неплохом состоянии подходит к дерби с «Спартаком». Удалось одержать важную выездную победу в матче против «Амкара» со счетом 1-0 и вернуться вот в эту гонку за Лигу чемпионов. Сейчас ЦСКА обыгрывает «Урал» со счетом 1-0. Если армейцы три очка набирают, на какое-то время именно они становятся лидером нашего чемпионата, потому что ЦСКА на одну очку отстает от «Ростова». Но, во-первых, нужно еще «Урал» победить, пока ЦСКА сильно смотрится, но выигрывает все-таки только со счетом 1-0. Ну и потом ждать уже, как «Ростов» сыграет свой матч. А в этом туре, напомню, «Ростов» играет против последней команды из нетренирующейся «Мордовии». Давайте на дороге Москвы сейчас взглянем. Здесь 7 баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Пробки серьезные на улице города. Крупнейшая на третьем транспорте на внутренней стороне от Комсомольского до Ленинградского проспекта. Здесь скорость потока всего лишь 6 км в час. И ехать вы будете полтора часа. Очень-очень сложно. Садовое кольцо внешняя сторона от верхней Сарамятнической улицы до Долгоруковской улицы. Скорость потока еще ниже. 4 км в час. Будьте внимательны, слушайте «Спорт.ФМ». «Спорт.ФМ». Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Мы продолжаем наш эфир и готовимся к туру, который стартовал уже 40 минут назад матчем «Урал-ЦСК». Оно растянется на несколько дней. Завтра сегодня игра «Зенит Кубань». Завтра игра «Динамо Амкар». В субботу одна игра и сразу 4 встречи в воскресенье. Одна из этих встреч состоится в Уфе. Стартует в 12 часов. В ней сыграют Уфа и Рубин. У нас на связи один из тренеров казанской команды Дмитрий Кузнецов. Интервью. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Следите сейчас за игрой ЦСКА и переживаете ли немножко за армейцев в золотой гонке? Мне, если честно, все равно кто выиграет. Но в футбол я смотрю сейчас, да. Ну а вообще вот как в Казани, интересно, да? Переживают больше за своего Курбана Бердыева, который столько лет Казани отдал? Или действительно так нейтрально следят за вот гонкой за первое место? Не, ну естественно, все пишут издания, что хотят, чтобы Курбан Бекевич вернулся сюда. А то, что Рубин Ростов выступает очень здорово в этом сезоне, тут, конечно, двух менее быть не может. Что по Рубину? Так, в общем, команда неплохо выглядела две встречи подряд. Обыграли Динамо, уверенно. Взяли, кстати, в Екатеринбурге такие важные три очка тоже. Ну и вот поражение от Терека. Как-то уже проанализировали, почему оно случилось? Да, да, разбор был вчера. Игры с Тереком. Конечно, индивидуальные ошибки повлияли на результат. И, конечно, слабая реализация голевых моментов. А также хочется сказать, что жаловаться не хочется, но три игры подряд наши ворота назначают пенальти какие-то непонятные вообще. Потом разбираем, смотрим, в прессе пишут, что не было пенальти. Так как их тогда назначают, если их не было? Вот что беспокоит. Да, это беспокоит, согласен. Ну, наверное, может быть, хватит уже пенальти назначать? Уже по статистике сейчас с Уфой не должен он прийти. Ну, надеемся, что не назначат. Хоть бы в нашу сторону свистнули что-нибудь интересное. Ладно, ну, вроде ворота Динамо тоже пробивали. Так что иногда перепадает. Ну, да, да. Если взглянуть на турнировую таблицу, по месту вроде бы все так достаточно спокойно, девятая. Но играете с Уфой, которая как раз в стыковых матчах, в зоне стыковых матчей сейчас находится. Семь очков отрыва. Это достаточно. Врубине не переживают за то, что могут попасть в стыковые игры? Ну, было беспокойство, когда начинали вторую часть чемпионата. Конечно, и турнирное положение было такое незавидное. Но игра стабилизировалась, стабилизировался состав. По ходу второго этапа уже футболисты более ответственно стали относиться к своим обязанностям. Игра появилась, реализация появилась. Ну, если не считать последнюю игру с Тереком. А игры с командами, которые борются за выживание, я думаю, что нам нет смысла смотреть на эти игры. Потому что мы решаем локальные задачи. У нас сейчас ближайшая игра с Уфой. Надо ее выиграть. А на каком месте она находится, Уфа, это в безразличной команде. Мы решаем свои задачи. Ну, в пяти оставшихся игр надо выиграть четыре игры. Может быть, пять. Потому что мы, конечно, знаем, что и ЦСКА борются за первое место. С ними очень тяжело. И Краснодар борется за зону Лиги Европы. Так что вот две команды, которые нуждаются в очках. Но мы так просто не собираемся сдаваться. Будем биться в каждой игре. Дмитрий, спасибо большое. Желаем удачи в ближайшей игре против Уфы. В большем Аарона Ланаре забил, но мог отличиться не единожды. Хороший гол. Интересный гол. Хороший пас Понтуса Вермлума. Кстати, Вермлум проводит свой 150-й матч за ЦСКА. 29 лет этому шведу. Выступает за ЦСКА с 2012 года. 113 матчей в РФПЛ, 13 в Кубке, 2 в Суперкубке, 20 в Лиге Чемпионов, 2 в Лиге Европы. Забил 11 мячей, получил 68 желтых карточек и 2 красные. Вот как играет Понтус Вермлум за ЦСКА. Несмотря на такое огромное количество желтых карточек, все равно он незаменимый игрок во многом для армейцев. И, конечно, его роль очень велика в успехах ЦСКА и вообще в целом для игры этой команды. Нету заявки на эту игру Романа Широкова. Тоже важный момент. Роман Широков пропустит игру. Сегодня с утра у футболиста поднялась температура. Из-за этого на скамейке запасных у ЦСКА всего пятеро футболистов. Интересна статистика этого матча после первого тайма. 10-2 по ударам в пользу ЦСКА, при этом 6-0 по ударам в створ ворот. Армейцы не подали ни одного углового. 54% времени у них владение мячом. И трижды они попали в офсайт и пять раз футболисты Урала. Огромное преимущество у ЦСКА по ходу этого самого первого тайма. Что пишете вы нам на смс-портал 5533 в начале слова «Спорт», но здесь по Лиге Европы. Вопросы фараон. Обсудим мы Лигу Европы уже в начале следующего часа. Я поставил на победу ЦСКА в матче на Урала в первом тайме. Ну, уже мы вам можем только посочувствовать. Неправильная была ставка. Ну и, откровенно говоря, понятное дело, что сейчас в перерыве легко рассуждать уже, когда есть впечатление от первого тайма. Но, конечно, ЦСКА априори был очень серьезным фаворитом, на мой взгляд, в этом матче. Ну, не меньшим, чем «Зенит» в матче против «Кубани». Потому что разная мотивация, разная готовность, мне кажется, у Урала лучшие дни все-таки позади, лучшие туры. Думаю, что сейчас екатеринбуржцам будет тяжелее и тяжелее потихоньку у футболиста, которые в целом свои задачи исправились. В РФПЛ «Урал» останется на следующий сезон. И некоторые футболисты, на мой взгляд, начинают думать уже о сезоне следующем. У кого-то заканчиваются контракты, кто-то думает уже о том, где играть, где-то поберечь себя. Думаю, что вот с запредельной мотивацией, знаете, на уровне «Мадридского атлетику», да, накануне в матче против «Мюнхенской Баварии», у «Урала» сейчас нет. А когда встречаются команды с разной мотивацией, да еще и ЦСКА в целом более классная, более сильная команда, ну, исход игры, я думаю, что достаточно предсказуем. Но, с другой стороны, в общем, давайте посмотрим все-таки второй тайм. Еще расскажу, минимальное преимущество. ЦСКА обязан был забивать гораздо больше. И это, мне кажется, такая соломинка для екатеринбуржцев в этом матче. Отбившись, свой один момент они создать смогут. Другой вопрос, смогут ли его реализовать. Раз уж ЦСКА, это не удалось, не факт, что удастся Уралу. Я попросил... Ух ты, тут какое-нибудь интересное сообщение, но это зачитывать не буду. Борис Михайлович из Иванова пишет нам. У Баварии давно проблемы в защите. Блещет один лам в его зону, Атлетико не вторглись. Гвардиола плохо переформатировал команду для стиля. Титикаки такая, нет, исполнитель. Надо укрепить центр защиты и играть в стиле Лестера. Тогда высокий прессинг Атлетико не поможет. Ну, интересная идея, Борис Михайлович, но я думаю, что секрет все-таки успеха для Баварии должен лежать в более активной игре на флангах. И, конечно, Франк Рибери и был бы Арин Робин, думаю, что было бы немножко полегче футболистам Баварии в этом матче. И потерзать, обыграть один в один, более дерзко, что ли, играть. Вот что нужно в этом матче, в этом противостоянии от Мюнхенской Баварии. Действительно, вот так вот расшатать, обыгрывать один в один, создавать численное преимущество на определенных участках поля. Вот что нужно для Баварии для того, чтобы забить Атлетико. Но удастся один забить, нужно стараться и забить другой. Ну и, конечно, для Атлетико, мне кажется, очень важный фактор успеха. Вот в первом матче это потрясающая форма Фернандо Торреса. Он, конечно, внезапно под концовку сезона выглядит сейчас так мощно, как не выглядел в течение этого сезона вообще. Напоминаю, у него контракт заканчивается, возможно, он бьется за новый контракт. Ну и, конечно, выглядит он просто сумасшедше абсолютно. С таким подходом, да, с таким форвардом впереди, ну, учитывая, что Гризман в принципе не опускается ниже определенной планки, конечно, для Атлетико очень многие моменты разрешаются именно в его пользу. Удается реализовывать свои моменты и выполнять планную игру. Пробки серьезные на улицах Москвы 7 баллов. Крупнейший из них на Садовом кольце на внешней стороне от Верхней Сыромятнической улицы до Тверской. Будете ехать здесь час сорок минут. Скорость потока 3 километра в час. Третья транспортная внутренняя сторона от Комсомольского до Ленинградского проспекта тоже полтора часа. Скорость потока 7 километров в час. Ну и бульвары внешняя сторона, как всегда, сложно. И набережный центр Москвы тоже есть проблемы. Ну а прямо сейчас давайте перенесемся, как и планировали, в Екатеринбург. Никита Медведевский, пресс-аташе футбольного клуба «Урал» у нас на связи. Интервью. Никита, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, наверное, несколько слов об атмосфере на стадионе. Ну, полного аншлага нет, но болельщиков достаточно много. Да, полного аншлага, к сожалению, нет. Я думаю, что, может быть, во втором тайме мы увидим на трибунах чуть больше зрителей. В первую очередь, каждый рабочий день и на подъезде к стадиону. И сам я вот с этим столкнулся. Образовались такие серьезные достаточно для Екатеринбурга пробки. Я думаю, может быть, с этим связано то, что пока есть пустые места. Что касается атмосферы, то тут можно отметить, что, в принципе, она может быть более камерная, скажем так, чем мы могли ожидать. Хотя, в целом, и фан-сектор Урала очень горячо поддерживает хозяев поля, и фан-сектор ЦСКА приехало из Москвы. Порядка 500 болельщиков тоже достаточно активны. То есть, ну, атмосфера большого футбола, она присутствует. Хотя, конечно, будь стадион еще более полон, мы бы, наверное, немножко другой антураж. Что касается состояния газона, о нем много говорилось, да, в течение этой весны. Как сейчас, как оценивают команды, специалисты? Я общался перед матчем, там, буквально за 2-3 дня до игры с нашими футболистами. Спрашивал их о том, что они думают по поводу нашего поля. Конечно, все говорят, что для Екатеринбурга и для той погоды, которая в Екатеринбурге сейчас сидит, иметь натуральное поле, иметь зеленый газон здесь ровный достаточно, это уже большое достижение. Но, конечно, ответует на то, что порой поле чуть-чуть жестковатое. И, может быть, из-за этого есть определенный дискомфорт. Но, в принципе, по большому счету, как все отмечают, намного лучше играть на таком поле, чем играть на искусственном поле любого качества. Да, Никита, у нас сейчас буквально небольшая пауза и продолжим. В прямом эфире «100% футбола». Меня зовут Дмитрий Дерунец. У нас на связи пресс-старше футбольного клуба «Урал» Никита Медведевский. Никит, такой вопрос. Все-таки «Урал» на восьмой строчке в турнирной таблице находится. Задача сохранить место в премьер-лиге уже решена. Об этом можно смело говорить. Нет ли ощущения, как вот в команде, что на концовку сезона можно махнуть рукой? На концовку сезона никто ни в коем случае махать рукой не собирается. Знаете, вот в истории «Урала» есть одно достижение, высшее достижение в чемпионатах России. За всю историю это восьмое место. И как раз мы сейчас повторяем, получается, высшее достижение нашего клуба. Но хотелось бы хотя бы на одну строчку быть выше. Хотелось бы все-таки переписать историю. И, в принципе, «Урал» к этому близок. Конечно, все футболисты знают об этом. И я думаю, что многие собираются приложить все усилия для того, чтобы концовку сезона провести достойно. Понятно, что сейчас, может быть, нет такого напряжения, какое было у «Урала» в аналогичной ситуации в прошлом сезоне, в фазу в прошлом сезоне, когда ничего не было решено, когда команда боролась за сохранение прописки в «Тремьер-лиге». Сейчас, конечно, другое настроение. Но я не думаю, что оно идет во вред. Скорее, даже в каких-то моментах, может быть, оно нам сыграет и на пользу. Не стоит забывать, что и «Урал» играет против в последних матчах достаточно сильных соперников. И, конечно, я бы не спятывал неудачные результаты с тем, что команда недонастроилась или с какими-то еще другими причинами. Я думаю, вопрос именно в силе соперников. Никита, и заключительный вопрос. Виктор Гончаренко сегодня в составе ЦСКА приехал. Ну, приехал еще накануне. В Екатеринбург как-то пообщался он с бывшими подопечными. Вообще, как клуб «Урал» обратил ли на него внимание? У Виктора Михайловича теплые отношения с сотрудниками клуба, с футболистами. Я думаю, они сохранились. К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос конкретно, потому что сам я прибыл на стадион чуть даже позже, чем Виктор Гончаренко вместе с ЦСКА. Поэтому, к сожалению, не могу вам точно сказать, общался там он с кем-то или не общался. Я думаю, что в любом случае общение было и будет, наверное, еще и после игры. Никита, спасибо большое, что нашли время в перерыве матча пообщаться с нами. Никита Медведевский, пресс-старший футбольного клуба «Урал» Свердловская область. Об атмосфере на матче «Урал» ЦСКА напоминает и первая игра 26-го тура чемпионат России по футболу. В прямом эфире на «Волнах Спорт.ФМ» следим за ней в том числе в рамках 100% футбола. 1-0 ЦСКА выигрывает благодаря голу Аарона Оланаре. В первом тайме этот мяч был забит. И буквально через несколько минут начинается вторая половина. За ней мы тоже будем пристально следить. Хотя и других тем для обсуждения у нас будет довольно много. Спорт.ФМ. 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Второй час 100% футбола, в течение которого, конечно, тоже следим за матчем между «Уралом» и ЦСКА. Только-только, вот буквально с первыми моими словами, стартовала вторая половина встречи. 1-0 ЦСКА выигрывает. Это первая игра 26-го тура российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА, если побеждает на какое-то количество дней, как минимум, выходит на первое место в турнирной таблице. Ну и замена вместо Артема Фидлера, у которого было предупреждение, появился на поле Эдгар Манучерян, нападающий сборной Армении и Екатеринбургского «Урала». Ну, может быть, чуть поострее будет выглядеть «Урал» во втором тайме. По крайней мере, исходя из тактики, которая теперь есть у команды. Два форварда, Манучерян, Гогниев, Опа. И Рязанцев вышел вместо Херсона Асаведу. Вот вторая замена в составе «Урала». Интересно, как будет сейчас выглядеть команда Скрипченко во втором тайме. Будет ли действительно острее действовать впереди. Ну, а мы переходим к теме Лиги Европы. После двух Лиги чемпионских матчей, где на четырех команд случился лишь один гол. Сегодня мы ждем от матча «Вильериал-Ливерпуль». И, наверное, особенно от матча «Шахтер-Севилья» более активных действий и большего количества голов. У нас на связи сейчас комментатор ведущей «Матч ТВ». Человек, который будет комментировать матч между «Шахтером» и «Севильей» – Тимур Журавей. Тимур, привет. Да, добрый вечер. Ну, мы так больше тебя, конечно, связываем, ассоциируем с английским футболом. Но вот сегодня тебе достался матч «Шахтер-Севилья». Сам напросился или поставили? Не, ну, знаешь, Дим, у нас так не принято. Поэтому, если поставили, то поставили. Но, честно говоря, я еще не начал детально к нему готовиться. До игры еще четыре часа. Но я предвкушаю хороший футбол. Мне кажется, что вот тот тон, который задан Лигой чемпионов первыми полуфинальными матчами, наверное, все-таки в Лиге Европы вот таких тактических игр не будет. Я думаю, что команды чуть раскрепощеннее проведут первые матчи. И, конечно, да, как ты уже сказал, я тоже надеюсь на большее количество голов, чем было в Лиге чемпионов. Всего один на две игры. С какой-то ужасающей методичностью Севилья пожирает всех соперников на своем очередном Лиге Европейском пути. Кто для тебя сейчас главный фаворит из этой четверки? Я думаю, что по качеству игры это, конечно, Севилья. И думаю, что тут немаловажный фактор – это опыт двух побед в турнире. И Уная Эмери во главе команды, который, мне кажется, обязан просто пойти на еще одно повышение после этого сезона. Да, ну, по крайней мере, предложение, да. Все-таки поездка в Россию – это не то направление, которое, наверное, следует избирать для старта зарубежной карьеры. Мне кажется, вот по уровню игры, по харизме и по набранному опыту Севилья номер один в этой четверке. Но я бы не списывал со счетов Ливерпуль, потому что у Ливерпуля есть клоп и есть характер, который команда может явить в любую секунду. Мне кажется, что если они пройдут Вильяреал, то пройдут его не за счет даже футбольных умений или тактических премудростей, а именно за счет того, что вот просто порвут на себе рубаху в нужный момент и забьют там голову на 94-й, ну, может, при иных обстоятельствах. Но, в общем, за счет чего-то такого, что умеет, мне кажется, только Ливерпуль европейский футболь. Шахтер у нас в сознании как-то немножко на периферии находится сейчас. Ну, где-то по понятным, к сожалению, причинам. И команда дома не играет, и, в общем, вся такая суматоха, отношения с Украиной разные, прямо скажем. Но вот на твой взгляд сейчас уже можно говорить о том, что игры не дома, уже перестали быть проблемой для Шахтера. Я думаю, перестали. Во-первых, то, что мы видели, в том числе во время трансляции, во Львове сумасшедшая поддержка у Шахтера. И я бы сказал, что это матчи, по сути своей, конечно же, домашние. Плюс, опять же, опыт игроков тоже есть. Но вот этот крен, как бы от бразильцев к своим, который неминуемо так настиг Шахтер, конечно, вот в данную секунду этот крен не делает Шахтер сильнее. Это, скорее, работа в долгую. Но все равно там есть интересные ребята, за которыми любопытно смотреть. И я бы, на самом деле, Шахтер не списывал, конечно же, даже в долгосрочной перспективе. Все равно это команда, которая будет на европейском уровне свою планку держать. Может быть, она не будет такой высокой, как последние годы. Но все-таки, все-таки, мне кажется, если это сезон последний Голучевску во главе Шахтера, то это тоже определенная мотивация. Нет, игра будет просто, мне кажется, очень-очень такой по-футбольному интересной. Что же, будем следить. Тимур, спасибо большое. Тимур Журавель, человек, который будет сегодня следить в прямом эфире, в том числе за матчами между Шахтером и Севилией. Но, надеюсь, и вы будете в прямом эфире за этими играми следить. В 22.05 матчи начинаются одновременно синхронно. Шахтер Севилии и Вилериал Ливерпуль. И мы, конечно же, на Волнах Спорт.ФМ предлагаем вам оставаться вместе с нами. Сергей Курманов, Антон Лисин. Люди, которые после 10 часов будут держать нос по ветру Лигы Европейских матчей. Интереснейшие полуфиналы. Думаю, что сегодня все не решится однозначно. Будут матчи зрелищные, будут матчи хорошие, будут моменты спорные. И перед ответными матчами, не думаю, что не жду, по крайней мере, какой-то разгромной победы для одной из четырех сегодня играющих команд. Симбалов по-прежнему пробки серьезные на улицах Москвы. Два часа вы будете ехать, если вдруг заберетесь на бульварное кольцо, на внешнюю сторону. Прям кошмарно. Вообще все замкнулось уже по сути. Третья транспортная, внутренняя сторона от Комсомольского до Ленинградского проспекта. Тоже длиннющая пробка. Скорость потока здесь всего 6 км в час. И шоссе энтузиастов от МКАДа до светофора у дома номер 68. Обожаю подобные указания. Всем привет. Как думаете, сегодня две атакующие команды играют? Шахтера Севилья. Тотал угловые больше 10 с половиной. Вы знаете, спорный момент. Далеко не всегда атакующая команда означает, если команды атакующие встречаются между собой, означает, что они подадут много угловых. Так, поверьте, здесь далеко не всегда связь прослеживается. И нужно... Понимаете, они друг друга могут испугаться. И Шахтера Севилья могут так превентивно сыграть в осторожный футбол. Шахтер, я думаю, тоже очень хочет, чтобы над Севильей было некое давление перед ответным матчем. Севилья же, мы помним, как выиграла... Полевую победу одержала на предыдущем рауде в гостях в Бильбао над Атлетиком. Однако, какие проблемы были дома? Поэтому я, честно, знаете, сам такой не игрок большой. Не могу вам посоветовать по поводу тотал угловых. А по поводу серьезного прогноза, фараон интересуется. Ну, вы знаете, думаю, что результативная ничья сегодня будет в матче Шахтера Севилья. Напоминаю, вы голосуете на нашей страничке ВКонтакте по поводу того, как завершится сегодняшний матч между Шахтером и Севильей. Уже почти 700 человек проголосовало. И большая часть из вас ставит именно на Севилью. 46%. Немножко не дотягивает до 38% количество сторонников Шахтера. И на ничью около 16%. Но матч действительно тяжелый. Ну, вот кто-то из вас, правда, большая часть считает, что действительно победитель будет в этом матче. Не знаю, не уверен по поводу матча между Шахтером и Севильей. Перенесемся в Екатеринбург. Напоминаю, следим мы внимательнейшим образом за матчем между Уралом и ЦСКА. 54-я минута. 1-0. ЦСКА впереди. Две замены совершил Вадим Скрипченко, наставник Урала в перерыве. Напомню, появились Эдгар Манучарян, Александр Рязанцев вместо Херсона Осведа и Артема Фидлера. И, казалось бы, игра Урала должна стать более атакующей. И в целом, вот если оценить эти первые 10 минут, я соглашусь, действительно такое и есть ощущение, что Урал больше владеет мячом впереди. По крайней мере, по владению мячом сейчас, думаю, в эти стартовые 10 минут второго тайма такой паритет. Однако опасностей, вот действительно остроты у ворота Акинфеева пока не возникает. Ну и Леонид Слуцкий, напоминаю, лишен возможности сегодня выпустить Романа Широкого. Широкого температура с утра он находится в Екатеринбурге вместе с командой, но на поле выйти не может, заявку на матч он не попал. Кто может выйти? Биберс Натхо? Может выйти Кирилл Панченко? Не знаю, не уверен. Но далеко не факт, что очень скоро будет Леонид Слуцкий делать замены. Хотя, как вы понимаете, в преддверии финала Кубка страны, конечно, эти замены, по идее-то, нужны. Нужны сейчас ЦСКА для того, чтобы каким-то образом повлиять на состав, чтобы дать кому-то отдохнуть, по крайней мере, чтобы основа не все 90 минут провела на поле. Ну, не знаю, посмотрим, как сейчас будет влиять на эту игру заменами наставник ЦСКА и сборной России. Пока 1-0 армейцы выигрывают, 55-я минута и с мячом ЦСКА на чужой половине поля. Вот мощный выстрел с левой ноги решил опробовать Сергей Ткачев. Напомню, номинальный полузащитник уже не первый раз играет и сегодня в том числе играет на позиции защитника, на позиции крайнего защитника левого. И вот сейчас подключился и с левой ноги решил так с подъемчика направить мяч сильно и точно. Сильно получилось? Точно нет. 55-33 в начале слова «Спорт. СМС-портал». Вайбер, ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-93-2. По поводу российского этапа в карьере Эмери. Дмитрий, как ваше мнение? По-моему, в Россию он попал не в ту команду. Максим, трудно назвать сейчас «Спартак» той командой в целом для достижения больших целей. Ну, что уж тут скрывать, да? И Эмери не получилось, и у Лаудрупа не получилось, ни у кого не получилось, может быть, кроме Валерия Карпина, который до серебряных медалей до Лиги чемпионов добирался во главе московского «Спартака». Есть абсолютно известные «Спартаковские проблемы» в плане правильности и в плане выстроенности футбольной верхушки, структуры, системы. По 24 апреля 2016 года, сроки проведения конкурса с 1 апреля по 28 мая 2016 года. Информация об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте Nissan.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. 6 мая. Слушай весь чемпионат мира по хоккею в эфире «Спорт.ФМ». В прошлом году сборная России уступила в финале канадцам. Пришло время реванша. Чемпионат мира по хоккею не только в Москве и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира по хоккею по всей стране. Только на «Спорт.ФМ». 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 Сто процентов футбола. 2-0. Это гол для ЦСКА номер 2. На 60-й минуте матча «Урал-ЦСКА» армейцы удваивают свое преимущество. Делает это Ахмед Муса. Человек, которого летом очень будут ждать в Англии. И за которого ЦСКА может получить очень приличные деньги, исчисляющиеся десятками миллионов пунктов. Хорошая атака у армейцев была. Она из глубины так развивалась. В одно касание многие передачи шли. Конструировали ее и Аарон Оланарой, и Роман Еременко, и Зоран Тошич, который в итоге стал автором голевой передачи. Именно он так навесил. Вроде бы даже навешивал, мне кажется, на Еременко, который подключался из глубины. В итоге мяч через него перелетел на левый план, где подключился Муса. И сходу, вы знаете, так где-то метров с 12, наверное, очень хорошо попал по мячу в ближний угол. Но отбить этот мяч, этот выстрел, отразить у вратаря шансов по сути не было. Так что ЦСКА хорошо реализует и, главное, забивает относительно в начале второго тайма. И сразу же, вы знаете, характер игры меняется. Если при счете 1-0 Урал, так, горели глаза, и действительно команда лезла вперед, старалась сравнять счет, вот пыталась найти себя в рамках новых построений, учитывая, что вышел второй форвард Эдгар Манучерян. Но вот тут же забил ЦСКА, и у ЦСКА теперь очень большое преимущество. И армейцы владеют мячом, контролируют ход игры. 2-0 ЦСКА Урал в таблице Live. Армейцы перемещаются на первую строчку в турнирной таблице. 5-5-3-3 в начале слова «спорт». Что будет после этого? Вы знаете, напоминаю, что с летом, 19.30, у нас стартует и игра России-Финляндия, еврохоккей-тура в Москве, и игра «Зенит Кубань». Только на волнах «Спорт.ФМ» вы сможете следить и за одним, и за другим событием в прямом эфире. Но, конечно, большая часть нашего времени будет посвящена хоккею. Мы считаем, что все-таки игра России предпоследней перед стартом домашнего чемпионата мира важнее, нежели игра «Зенит Кубань». Но, поверьте, о футбольных болельщиках мы не забудем. Коллеги будут сообщать обо всех изменениях в счете «Зенита» и «Кубань». Сейчас еще один классный момент для Романа Еременко, но, по-моему, не день Романа. Сегодня человек, который олицетворяет у России и Финляндию, между прочим, да, как раз накануне хоккейного матча. И, напомню, у него двойное гражданство, и русское, и финское, но играет он за сборную Финляндии по футболу. Так вот, он сейчас не реализовал выход один на один. ЦСКА, вот, честное слово, если посчитать все моменты, ЦСКА на 4, а то и на 5-0 уже наиграл в этом матче, но пока на табло только 2-0. Впрочем, этих 2-0, я думаю, вполне хватит для итоговой победы. Что вы нам пишете в Вайбер, Ватсап, 89252222293.2? Жаль, что сегодня Урал не победит, ведь я, ребята, болею за «Зенит». Буду я рад, если будет ничья, чтоб потерял ЦСКА 2 очка. Дмитрий, ну, хорошее стихотворение от вас, прям в лучших традициях рифмобола, нашего нового утреннего развлечения. Если вы слушаете, я уверен, вы слушаете 100% утреннейшего вместе с Тарасом Тимошенко, Романом Мазуровым и Марией Идеевой. Там вот как раз мы задаем вам, коллеги задают вам 4 ключевых слова, из которых нужно некий стих сформулировать. И это получается у наших слушателей, у вас порой весьма и весьма классно. 8 баллов. Очень серьезные пробки на улицах Москвы прямо сейчас, главные из которых на третьем транспорте на внутренней стороне от Шарикоподшипниковской улицы до Ленинградского проспекта. Будьте внимательны. Почему я продал свою машину в Карпрайс? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую карпрайс.ру В завершении этого получаса несколько слов о матче Вильяреал-Ливерпуль, как и обещал. Вы знаете, для меня Ливерпуль, уже после жеребьевки, не был таким очевидным фаворитом. Но стиль игры, характер игры за эти две недели в исполнении Ливерпуля и в исполнении Вильяреала укрепил меня в мысли в том, что Ливерпуль фаворит этого матча. Однако же, вы знаете, вот эта дисквалификация Мамаду Сако, а я напоминаю, что ключевой центральный защитник красных из-за допинга дисквалифицирован на вот такие 30 дней, даже не дисквалифицирован, наверное, правильно называть это, отстранен пока что до дальнейших разбирательств. В общем, он еще может сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы, но в чемпионате Англии и в Лиге Европы уже не сыграет абсолютно точно. Для него сезон клубный завершен. И это потеря для Ливерпуля очень серьезная. Вильяреал не того калибра команда, чтобы весь сезон действовать ровно. У Вильяреала был целый ряд всплесков таких хороших. Победные серии были из пяти матчей даже дважды. Но вот сейчас такая скорее темная сторона Луны для Вильяреала. Команда исповедует понятный стиль, похожий на мадридский Атлетико. Команда очень хорошо действует в обороне. По сути, только Атлетико сам же и Барселона в чемпионате Испании пропустили меньше, нежели Вильяреал. Однако от мадридского Ариала в последнем туре Вильяреал получил достаточно много. И здесь надо быть внимательным, конечно, в игре в обороне. Пока вот класса исполнителей и класса взаимосвязи не хватает для того, чтобы быть по-настоящему топ-командой. Но напоминаю, что Вильяреал идет на четвертом месте, который позволяет участвовать в Лиге Чемпионов в квалификации в следующем сезоне. Весьма вероятно, четвертую строчку Вильяреал сохранит. Огромное внимание, конечно, у Ливерпуля к дуэту форвардов. Прежде всего, Бакамбу и Роберто Сальдадо. Бакамбу – это его первый сезон за Вильяреал. Он играет блестяще. И уверен, что его ждет будущее в серьезном, скажем так, в более популярном, статусном европейском клубе. Продолжим. Реклама Проектная декларация на сайте наследие-дефизгалс.ру Галс. Интеллигентный девелопмент. Скорость, драйв, адреналин, двухлитровый мотор, 184 лошадиные силы. Новый БМВ третьей серии в наличии по цене от 1 миллиона 697 тысяч рублей. Только в «Автоавангард». Подробности 495-739-44-44. Количество автомобилей ограничено. БМВ. С удовольствием за рулем. Кстати, первыми словами человека, ступившего на Луну, были «А как обратно?» Аэроэкспресс. Тариф туда-обратно. Возьми обратный билет заранее, чтобы не думать о нем потом. На сайте аэроэкспресс.ру и в мобильном приложении на 100 рублей дешевле. Пробуй и пользуйся. Куре 0+. Модный жилой квартал «Искропарк» на Динамо. Идеальное место для современной жизни в мегаполисе. Любимая работа? Удобно. Центр города близко. Прогулка вечером? Легко. Много парков рядом. Активный образ жизни? Просто. Это Динамо. Все в двух шагах. Только до майских. Апартаменты от 8 миллионов 900 тысяч рублей. «Искропарк». Новый квартал на Динамо. Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте искрадефиспарк.ру. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. Ты на работе, а у тебя дома ремонт. У тебя ремонт, а у ребят кончилась шпаклевка. Когда ребята скучают, ребята танцуют. А ты берешь полдня за свой счет, берешь такси, чтобы успеть до закрытия, берешь все подряд, чтобы в следующий раз не брать полдня за свой счет и новую люстру тети Люби. Чтобы не вышло себе дороже, покупай в Петровиче. На нашем сайте вы найдете любые стройматериалы и получите заказ в тот же день. Петрович. С теми, кто отважился на ремонт. ООО «Строительный торговый дом Петрович». Юридический адрес 192-102, Санкт-Петербург, улица Салова, дом 46. Литер В, ОГРН, 106-784-754-56-55. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. СЛОВАРЬ СПОРТА Самбо – это сокращение, означающее самооборона без оружия. Самбо – это боевое искусство, созданное в Советском Союзе для обучения сотрудников органов обеспечения правопорядка. Основы самбо заложил дзюдоист Василий Ощепков, а его ученики дополнили дисциплину приемами, задействованными из национальных единоборств разных стран мира. Система подготовки молодых самбистов предусматривает не только обучение их бойцовским приемам, но и воспитание в духе патриотизма. СЛОВАРЬ СПОРТА Мне хорошо на родине. Черпаю энергию от земли русской. В свободное время провожу на природе. Хожу в баню, пью. 15 и пасмурно в течение дня, но уверен, что настроение у вас будет отменное, как у болельщиков ЦСКА сейчас, ведь их клуб выигрывает в Викторинбурге 3-0. Испания против всех. Первые полуфиналы Лиги Европы. Сегодня в 10 вечера. Шахтер Севилья и Вилья Реал Ливерпуль. Слушай лучший футбол только на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. Очередная классная комбинация в исполнении армейцев. И Дзагоева была простейшая задача. Просто с линией вратарской вогнать мяч в пустой угол. И потом семеро армейцев встали, покачали. Ну, известный жест такой сделали, которым футболисты отмечают рождение ребенка. Да, напоминаю, что у Алана Дзагоева действительно родился мальчик совсем-совсем недавно. И поэтому он и призвал всех партнеров так сделать. Сам он начал эту комбинацию, отдал на Рона Уланара. По-моему, и Алана Ары выкатил мяч назад. Нет, Ахмед Муса, автор голевой передачи. Это Ахмед Муса. 3-0. ЦСКА уверенно побеждает в Екатеринбурге. Эти полчаса, как всегда, начинаем мы с информации о коэффициентах букмекеров. Сегодня Вилья Реал Ливерпуль. Что думают эксперты Винлайна по поводу этого противостояния в целом? Коэффициент на Ливерпуль 1.54, на Вилья Реал 2.49. Это на проход в финал в целом противостояния. На сегодняшний матч Вилья Реал небольшой фаворит. 2.64 на него. 2.91 на Ливерпуль. На ничью эксперты Винлайн предлагают коэффициент 3.26. Ну и для сравнения 10 бет, 2.55 на Вилья Реал, 3.15 на ничью и 2.90 на Ливерпуль. Спорт-ФМ. Спорт-ФМ мы продолжаем. С вами Дмитрий Дерунец. Это 100% футбола. Говорим мы не только о российском футболе уровня Премьер Лиги. Тем более, что все понятно в общем и целом в матче Урал-ЦСК. Ждем теперь, чем ответят зенитовцы. Зенит, напоминаю, в 19.30 принимает Кубань. И говорим мы о том, что зенит, конечно, в этом матче тоже серьезный фаворит. Но шансов на сечку у питерцев просто нет. Ну и поэтому, в общем, нужно очень внимательно подходить к этой игре. Посмотрим, как зенит, какую ротацию состава, включит перед финалом Кубка страны, который, напомню, пройдет 2 мая в Казани. И здесь очень важно, конечно, правильно сохранить и мотивацию, и силы футболистов. Сейчас, например, Урал провел уже три замены в матче против Краснодарской, в матче против ЦСКА. Вот еще Михаил Меркулов появился вместо Дмитрия Коробова. А только-только Леонид Слуцкий проводит первую. Кирилл Панченко сейчас выйдет на поле. Мы же пока, давайте несколько минут пообщаемся с человеком, который совсем скоро должен уже стать официально тренером команды российской футбольной премьер-лиги. И у нас на связи наставник оренбургского газовика Роберт Евдокимов. Роберт, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, в общем, могли сделать вы уже свою команду командой премьер-лиги в минувшем туре, но немножко не удалось. Вообще три ничейных результата. С чем связываете небольшой спад в результатах? Ну, я бы не сказал, что это спад. Все команды на нас настраиваются. Все, на мой взгляд, проводят лучшую игру. Поэтому не совсем нам удается играть в атаке. Я бы не сказал, что это спад, но это такое явление, которое имеет место быть. Ближайший тур, ну, в общем, близость решения задачи. Она каким-то образом давит на футболистов или расслабляет наоборот? Да нисколько не давит, не расслабляет. Мы работаем в обычном режиме. Ну, так складываются матчи, что есть моменты, не можем забить. И вообще весной мы очень мало забиваем. Это связано с тем, что все-таки лучший бомбардир Бликин вот только-только первую игру вышел на замену, а вся игра строилась через него в атаке. Поэтому немножко не получалось. Хотя все стараются, все отдаются полностью игре, но, на мой взгляд, немножко не получается. С чем это связано? Ну, мы над этим думаем, решаем. Это ни в коем не имея и не расслабленность, и никакой настрой. О газовике больше говорят, ну, мы с вами-то общаемся уже давно, но вот уже и в других СМИ тоже пошла уже шумиха, уже предвосхищают ваш выход в российскую футбольную премьер-лигу. В городе есть заметные изменения? Ну, в городе изменений заметных таких нет. Никто с лагами не ходит в газовика, наверное, потому что мы еще не вышли. В целом-то на последней игре было заметно больше болельщиков, что очень интересно. Мы с вами общались, задавал вам вопрос по поводу вашего контракта, который заканчивается. Вы в предыдущем беседе сказали, что пока никаких разговоров о продлении не было. Что-то сейчас есть? Ну, еще раз повторю, сначала надо выполнить задачу, а потом уже, наверное, говорить о продлении контракта. Поэтому на данный момент разговоров не было. А что касается формирования состава, вы этим занимаетесь на будущий сезон? Нет, мы еще не занимаемся, потому что мы еще не решили свою задачу. Как только мы это сделаем, мы сразу начнем заниматься. Ну, тогда пожелаю вам майские праздники провести настолько ударно, чтобы уже в Саратове стать командой премьер-лиги. Спасибо большое, что уделили несколько минут. Роберт Евдокимов, главный тренер Оренбургского газовика, команда лидеров футбольной национальной лиги, которая, ну, по всем раскладам, в следующем туре, то есть 2 мая, должна официально выйти в премьер-лигу на будущий сезон. На дороге Москвы переносимся. Здесь очень серьезные пробки. 8 баллов по оценке портала Яндекс. Какая-то сумасшедшая абсолютно пробка на третьем транспортном, на внутренней стороне. Представьте, вот шарикоподшипниковской улицы до Ленинградского проспекта. Сейчас портал Яндекс показывает, что вы будете ехать 3 часа 16 минут. 3 часа 16 минут. Пробка длиной 18 километров. И 2,5 часа будете ехать по Садовому кольцу, по внешней стороне, от метропарк культуры до Тверской улицы. Будьте внимательны. С вами Дмитрий Дерунет. Спорт.фм. 100% футбола. СМС-портал 5533. В начале «Слово спорт» вайбер, ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-2-9-3-2. Интересуетесь вы, как мы поделим наш топ-спорт. Еще раз напоминаю, сегодня у нас в эфире Владимир Дегтярев и Артем Дроздов, наши хоккейные эксперты, наши хоккейные комментаторы. И они прежде всего будут следить за матчем России в Финляндии. Все-таки это наиболее важное событие, на наш взгляд, этим вечером. Несмотря на то, что матч Еврохоккей-тура, и это еще не чемпионат мира, но очень важно посмотреть, в каком состоянии находится наша сборная в преддверии домашнего чемпионата мира. Так что ждем этой игры. В 19.30 по московскому времени она стартует, и за ней в прямом эфире следим. Естественно, только с помощью Спорт.фм. У вас есть прекрасная, уникальная возможность следить не только за хоккеем, но и за футболом. И, конечно, на матч «Зенит Кубань» тоже коллеги будут поглядывать и сообщать вам все изменения в счете в этой игре. Ну и, само собой, сразу после окончания хоккейного матча, который по плану должен финишировать в районе 22 часов, коллеги Сергей Курманов и Антон Лисин будут для вас работать в течение двух матчей. «Шахтер» Севилья и «Вильериал» Ливерпуль. Только на волнах Спорт.фм вы можете следить за изменениями в счете двух матчей одновременно. Ну и сейчас давайте перенесемся в Санкт-Петербург. У нас на связи наш корреспондент Никита Павлов. Привет, Дмитрий. Да, Никита, добрый вечер. Ну как там, уже на Петровском? Как обстановка? Есть ли ажиотаж? Добрый вечер, уважаемые слушатели Спорт.фм. Меньше часа остается до стартового фиска Алексея Николаева, который возвестит в начале матча «Зенит Кубань». Пока хочу сказать, что в Петербурге у нас отличная весенняя погода. На улице примерно плюс 15 градусов. Дует привычный для нашего города порывистый ветер, но он с юга, поэтому не доставляет никаких неудобств. Сегодня синоптики обещали дождик, но пока с неба не упало ни капли, и надеюсь, так будет продолжаться. Что касается сегодняшнего матча, то зрители сегодня ждут только победы от «Зенита», хотя их собралось пока что не очень много, но еще целый час примерно до матча. «Зенит» нужно выиграть 5 из 5 матчей, чтобы сохранить надежду на участие в Лиге Чемпионов. И если ЦСКА и Ростов достать будет сложно, если сейчас ЦСКА выиграет, то будет опережать сине-белых-голубых на 9 очков, то борьба с «Локомотивом» и «Коснодаром» будет только набирать опороны. Что же касается «Кубани», вот только что появился состав, и, наверное, никто не знает, как будет играть команда. Даже, думаю, «Вилаш Бош». Ушел главный тренер, капитан команды голдкипер Александр Белинов получил красную карточку, и сегодня место в воротах займет Александр Стажило. Руководить «Кубани» будет старший тренер Артур Попекян, который вряд ли смог кардинально изменить ситуацию за столь короткий срок. Готов с вами поговорить сейчас, если вы хотите, о составе «Зенита». Да, давай, буквально коротко, на минутку, что там у нас сегодня «Вилаш Бош» приготовил. Хочу сразу отметить, что связку в центре обороны составит «Гора» и «Нету», а «Ломберс» после невыразительной игры в Ростове, где «Зениту» отгрузили три мяча, остался в запасе. Также к числу сюрпризов хочу отнести появление Артура Юсупова, который пока в «Зените» никак себя не проявил. Он будет играть в связке с «Хави» Гарсия. Но хочу отметить, что Олег Шатов, Халки, Артем Дзюба выйдут в стартовом составе, поэтому я думаю, что зрители на Петровском увидят немало забитых мячей. Никита, спасибо большое, хорошего матча. Никита Павлов, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, вот так вот бодро отрапортовал о том, что происходит на стадионе Петровский. Ну, для меня, правда, появление Артура Юсупова в стартовом составе не является какой-то неожиданностью. Это лимит. Друзья, в центре города кошмарное. Вообще, будьте внимательны. И здесь это абсолютно верное замечание. ЦСКА обыгрывает Урал со счетом 3-0. И вот только-только армейцы совершили третью замену. Напоминаю, что первый мяч на счету Аарона Оланара, передача на счету Понтуса Дернблума. Ахмед Муса отличился после паоса Зора Натошича и сам стал ассистентом в голе Алана Дзагоева. Биброснатко и Кирилл Панченко вышли на поле на 79-й минуте, заменив Романа Еременко и Ахмеда Мусу. Ну, и только что Кирилл Набабкин появился на поле, по-моему, вместо Василия Березуцкого. Вот такие вот замены в составе армейцев, которые возвращаются на первую строчку в турнирной таблице. Ну, и, конечно, о составе «Зенита». Еще раз чуть подробнее. Юрий Ладыгин в воротах, Смольников и Кришетов по флангу. Сегодня Жирков остается. Нет, его даже в заявке на игру, кстати, судя по всему, нет. Эзекиль Гара и Луишин Эту действительно в центре обороны два иностранца. Артур Юсупов рядом с Хави Гарси и Акселем Вицелем. Олег Шатов, Артем Дзюба и Халк играют в нападение у «Зенита». Александр Кокорин вновь в запасе. И в запасе, еще раз скажу, на мой взгляд, исключительно по причинам лимита Жозе Маурисио. Потому что он, как футболист, смотрится, пожалуй, посильнее все-таки, нежели Артур Юсупов. Но вот вынужден его оставлять в запасе Андре Виллаж Бош. Стажило Дмитрий в воротах у Кубани. Действительно, сегодня Александр Белинов дисквалифицирован. Оподи на правом фланге, в центре обороны Шандаун и Армаш. И на левом фланге Зотов, Георгий Зотов. Якуба, Сантана. Это опорные полузащитники. Хубулов, Букур, Майрович. Трио атакующих полузащитников. И на острие атаки украинский форвард Евгений Селезнев. Вот он состав Кубани, который будет очень сложно сегодня набрать какие-то очки в матче против Зенита. Прозвучал финальный свисток в матче между Уралом и ЦСКА. И уже селфи делают футболисты армейской команды с мальчиками, подающими мячи. Ну и, соответственно, готовы радоваться и отмечать победу. Но таких побед нужно одержать еще много для того, чтобы выиграть чемпионат России. Потому что все-таки по потерянным очкам Ростов остается лидером. У нас на связи сейчас заслуженный мастер спорта Советского Союза, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Владимир Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Действительно добрый. Да, поздравляем вас с победой вашего клуба. ЦСКА победил. Ну, несколько слов об этой встрече. Уверенный успех ЦСКА. Да, честно говоря, я не сомневался. Только не думал, что на таким скрупным счетом он, думаю, 2-0. Выигрывается еще на 2-0. Но оказалось побольше немножко. Ну, в общем-то, они победили малой кровью. И, так сказать, сохранили силенки на кубок. И это очень здорово. Потому что армейцы уже действуют, как настоящие профессионалы. Они сразу сообразили, что, в общем-то, игра дается. Игра дается довольно-таки легко. Раскатали на классе, раскатали на технике. И все само-самое вышло. И силенки сохранили. Вот по поводу силенки сохранили. Вы все-таки так прям считаете, что сохранили? Потому что вышли основным составом. Замены Слуцкий начал делать только на 79-й минуте. Да, вы думаете, сохранили? Да, но я его понимаю. Потому что ребята играли с удовольствием. А так, когда играют с удовольствием, менять уже никого нельзя. Обидятся ребята. Потому что игра дается. И хорошее настроение. Хороший счет. Хорошая публика реагирует нормально. Наши болельщики присутствуют на стадионе. Так что все в порядке в этом плане. Как вы считаете, вот Роман Широков сегодня не вышел. У него температура оказалась. Ну и в последнее время не попадает стартовый состав. Головин не полетел. И тот же состав выйдет на зенитный финал Кубка, который сегодня играл с Уральем. Ну, Головина можно использовать. Обязательно его нужно использовать, как такую темную лошадку. Но не весь матч. Я так считаю. Потому что еще рановато ему большой футбол играть, полную силу и два тайма. Не надо. Надо его поберечь. Просто по-мальчишке 19 лет. Еще психика не готова к таким серьезным соревнованиям и к такому успеху. В общем-то, довольно приличный был успех. Все-таки он в одном матче забивает два мяча. Это что-то сказывается на психике человека. А он еще молодой человек. Надо его поберечь. Хорошо, послушаем вас. Обязательно. Посмотрим, услышит ли вас Леонид Слуцкий. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Владимир Пономарев, заслуженный мастер спорта Советского Союза, ветеран ЦСКА, подвел итоги мощной, уверенной победе ЦСКА в Екатеринбурге над Уралом со счетом 3-0. В таблице в режиме Live в ЦСКА 1-й, 53 очка, у Ростова 51, локомотив Краснодар-Зенит по 46 баллов. Такова наша группа лидеров. Очень серьезные пробки на улицах Москвы. Мы вам напоминаем, действительно перекрыты целый ряд улиц из-за репетиции парада. И будьте внимательны, третья транспортная, внутренняя сторона от Шарикоподшипниковской улицы до Ленинградского проспекта три с половиной часа. Пробка 18 километров, скорость потока 5 километров в час. Всем привет и держитесь, кто в этой пробке находится. Центральные улицы, улицы центра города, бульварное кольцо, внешняя сторона, везде очень сложно. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Дмитрий Дерунец вместе с вами. Подводим итоги, анонсируем то, что будет у нас совсем скоро. После 19 часов коллеги Владимир Дегтярев и Артем Дроздов будут следить за предпоследним матчем в рамках подготовки сборной России по хоккею к домашнему чемпионату мира. Играем с командой Финляндии в 19.30 и параллельно встрече Зенита и Кубани в Санкт-Петербурге тоже и за ней будем следить. Завтра утром обязательно не пропускайте наше невероятное утреннее шоу. К нам заглянет спортсменка, красавица-рекордсменка, олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева. Сейчас она вице-президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, заслуженный мастер спорта нашей страны в 10 утра в гости к Тарасу Тимошенко, Роману Мазарову и Марии Идеевой. Так что включайтесь обязательно, это будет сверхинтересно. С последних футбольных новостей короткой строкой Мац Хумель сообщил Баруси о своем желании перейти в Баварию. Доргманская Барусия об этом сказала на своем официальном сайте. Это, вы знаете, конечно, событие. Такой удар для Барусии, учитывая, в общем, частоту перехода лидеров из Барусии в стан своих главных конкурентов за золото в борьбе за золото чемпионата Германии с года в год. Но Барусия сказала, что предложение от Баварии по трансферу пока не поступало, и Барусия продаст Хумельса только если получит предложение устраивающий клуб. Хумельсу 27 лет, контракт с клубом у него до 30 июня 2017 года, так что просто так он не уйдет. Ну и, естественно, в преддверии матча «Зенит Кубань» продолжают циркулировать слухи о том, кто же будет новым главным тренером. Кубань, помимо Виктора Гончаренко, Кубань проявляет интерес к Дану Петреску и Роману Григорчуку. Григорчук сейчас трудится в Габале из Азербайджана, и летом у него контракт истекает. С вами был Дмитрий Дерунет. Завтра встречайте Нобеля Рустамяна. Еще большим количеством впечатлений он поделится от поездки в Мадрид на матчи Атлетику и Баварии. Я же буду с вами на связи из Химек с матча «Динамо-Амкар». Счастливо! Реклама 1931 год. Фердинанд Порше создает свою автомобильную компанию. 2007 год. Порше открывает в России собственный дилерский центр Порше «Центр Москва». 2016 год. Порше «Центр Москва» запускает программу непрофильного трейд-ин. Только до 31 мая сдайте свой автомобиль в трейд-ин и получите специальные условия на покупку нового Порше. Просто оцените свой автомобиль, заполнив анкету на сайте www.porsche.defismosco.ru Модный квартал «Искропарк» на «Динамо» идеален для жизни в мегаполисе. Только до майских апартаменты бизнес-класса от 9 миллионов рублей. «Искропарк» на «Динамо». Подробности по телефону 725-5555. Проектная декларация на сайте www.iskrdefispark.ru ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 28 апреля на юге Москвы ожидаются необычайно низкие цены. Встречайте новый гипермаркет Леруа Мерлен Теперь и на юге Москвы доступны товары для ремонта и обустройства дома и дачи, как всегда, по бесспорно низким ценам. Не опоздайте на торжественное открытие 28 апреля. Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8 800 700 8000. 8 800 700 8000. 8 800 700 8000. Добрый день. Компания Билайн. Слушаем вас. Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8 800 700 8000 и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. Билайн. Просто удобно для тебя. Семейный квартал наследия на Преображенке открывает двери своим жильцам уже в 2016 году. Удачные планировки, закрытый внутренний двор, подземный паркинг, собственный детский сад. 5 минут от метро Преображенская площадь. Только до майских действуют спецусловия. Квартира от 10 миллионов 500 тысяч рублей. Подробности по телефону 725 5555. Проектная декларация на сайте наследи-дефис-галс.ру. Галс. Интеллигентный девелопмент. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Спортивные трофеи. В теннисе каждый год разыгрываются сотни трофеев. И порой организаторам приходится заглядывать в самые дальние уголки своей фантазии, чтобы найти какую-нибудь оригинальную мысль насчет того, какими эти трофеи сделать. Камни, детские скульптуры, различная странная посуда и утварь. И все-таки кубок в виде шкафа-купе это уже, пожалуй, слишком. Хотя дирекции турнира в Китсбюэле так не показалось. Именно такой угловатый приз увез однажды из Австралии аргентинец Агустин Кальери. За свою жизнь я промахнулся много тысяч раз. Я проиграл сотни игр. Около 30 раз, когда команда доверяла мне последний бросок, решающий судьбу матча, я промахнулся.